Всем бонжур! Меня зовут Полина, и сегодня мы с вами обсудим, каким образом книги влияют на нашу с вами речь. Казалось бы, все лежит на поверхности. Чем больше художественной и другой литературы ты читаешь, тем плавнее становится твой разговор, твои монологи и уж тем более твои диалоги с другими людьми. Но, однако, все не так просто. За то время, что я веду свой канал, я часто получаю вопросы в стиле «Как я научилась так говорить? Занималась ли я со специалистами, которые ставили дикцию?» и так далее, и так далее. Но весь секрет в том, что нет. И нужно понимать, когда вам кажется, что блогер говорит очень складно, нужно всегда помнить о том, что у нас есть потрясающий инструмент для того, чтобы наша речь была такой, какой вы ее видите в итоге. И я говорю про монтаж роликов. Да ладно! Если вы внимательно смотрите видео тех блогеров, на которых вы подписаны, то вы наверняка замечали, некоторые склейки, они есть и у меня, есть люди, у которых этих склеек еще больше, потому что вырезаются уже на постпродакшене различные слова-паразиты, но все-таки, все-таки от книг наша речь не зависит. Зависит, конечно, но не на 100%. И, конечно, в этом видео я должна рассказать свою личную историю, потому что, я уверена, для многих из вас будет своего рода открытием, что, например, до 16 лет я картавила. И мне, если честно, по сей день кажется, что иногда я проглатываю букву R, но, видимо, это такие, знаете, речевые флешбеки. Но при этом никто из моих родственников никогда даже не думал о том, что меня нужно отправить к логопеду. Ну, мол, картавит и картавит, что такого в этом страшного? И я на самом деле очень люблю людей, которые картавят, и я понимаю, что для многих это, возможно, комплекс или еще что-то такое очень страшное, но мне, честно, очень приятно слышать картавую речь. Спасибо Бродскому за это. Однако, когда я картавила, я не отдавала себе в этом отчет. Мне сказали о том, что я картавила ровно в тот момент, когда я стала выговаривать букву R. И удивительным образом этому поспособствовали, конечно же, не книги. Невозможно, читая книгу, взять и перестать произносить некоторые звуки не так, как они должны звучать. Мне помогло избавиться от картавости радио. Все дело в том, что до 16 лет, как раз до окончания школы, я очень любила слушать радио. У нас не было никаких еще Яндекс.Музык и тому подобных сервисов по прослушиванию музыки. У меня, знаете, был такой маленький приемничек, очень шаткий, с хлипкой антенной, которую иногда я заменяла спицей. Да-да, такое тоже было. Етить я старая, но я надеюсь, что вы сможете с этим смириться. Так вот, благодаря радио и конкретно Европе Плюс я перестала картавить. Буквально через каждую песню была отбивка Европы Плюс. И в процессе подпевания какой-либо песни я, естественно, начинала подпевать и этой отбивке. И в этот момент я заметила, что я проглатываю букву R. Если вы когда-нибудь слышали отбивки Европы Плюс, особенно если вы их слышали лет 10 назад, то вы прекрасно помните, что там такая пролонгированный, там пролонгированный звук этой буквы, да, то есть у нас прям получается Европа Плюс. И, естественно, я начала рычать на свой приемник. Буквально нескольких месяцев подпевания этой отбивки хватило для того, чтобы мои знакомые говорили мне, мол, Полин, а как ты перестала картавить? Что случилось с тобой? Вот, никакого секрета нет. Я понимаю, это сейчас не какой-то рецепт панацеи, это конкретно мой случай и моя целеустремленность, потому что вот так вот я услышала, мне действительно хотелось подпевать Европе Плюс, и таким образом я научилась произносить букву R. Еще один очень важный момент, который также помог мне поставить свою речь, это тоже связанное с музыкой, это увлечение рэпом. Но при этом я имею в виду не тот рэп, который вот, рэп новой волны, да, в котором многие слова даже невозможно разобрать, а рэп старой волны, когда мне тоже хотелось подпевать исполнителям, и, естественно, нужно было очень оперативно произносить эти строчки. И так, например, в плане языка, да, в плане постановки этой дикции и своего рода жестикуляции речевого аппарата, мне, например, помог Форт Майнер и конкретно Майк Шинода, потому что мне очень нравились его партии в Линкен Парк в том числе, и когда он завел этот свой сольный проект Форт Майнер, я действительно хотела повторять за ним то, что он вообще произносит. И так я открывала текст, слушала Майка и пыталась за ним успеть. И получается, что так или иначе в развитии своего речевого аппарата я должна быть благодарна рэпу и открою вам секрет. До сих пор перед тем, как сесть записывать тот или иной ролик, я марафечусь, да, навожу порядок и на своей голове, и на своем лице, и, как правило, я включаю музыку, не аудиокниги, я включаю музыку и так или иначе ей подпеваю. Для меня это своего рода разминка, это способ разговориться перед тем, как я уже сяду перед своей камерой. И да, это тоже очень даже помогает. При этом, знаете, когда я задумалась о том, что я хочу снять для вас такой ролик, я вспомнила еще и о том, что в свое время я ходила заниматься в театр. Наверное, пару лет я туда проходила, может быть, год. Честно скажу, уже не помню, потому что не сложились мои отношения с актерством. Однако там были какие-то занятия по постановке речи, но мне кажется, что я вообще ничего с них не вынесла. Потому что все эти занятия в целом скорее напоминали распевки перед какими-то, опять же, музыкальными выступлениями, нежели театральными. И да, мы ставили звуки, мы скорее работали над голосом, да, и голос должен был со сцены долетать до бабушки на задних сидениях. Вот примерно таким образом нужно было ставить конкретно высоту, наверное, голоса. Но это все, что я помню с этих занятий. Так что было бы несправедливо умолчать об этом, но было бы также несправедливо не сказать о том, что я ни черта вообще с этих занятий не вынесла. Так что Европа плюс, рэп, ну и, естественно, книги. Почему все люди, которые говорят о том, что нужно развивать свою речь, советуют читать художественную литературу, конечно же, тоже нужно сказать. Все дело в том, что когда вы читаете художественную литературу, вы просто видите, как складывается повествование. Вы так или иначе это запоминаете. И в этом ролике я, кстати, говорю так или иначе так часто, что нужно будет в следующий раз контролировать эту конструкцию паразита. Слова паразиты, кстати, тоже очень важный момент. У меня слов паразитов всегда было и есть очень и очень много. Но, возможно, в борьбе с этими ребятами мне помогают мои собственные функции самоконтроля. Я действительно обращаю внимание, если я часто использую какую-то конструкцию, и начинаю себя одергивать. У меня такое было и с частицей «ну», у меня это было вот так или иначе, по справедливости так исторически сложилось. У меня огромное количество конструкций, которые я использую для того, чтобы призадуматься. Ведь вообще, почему мы используем слова паразиты, я надеюсь, все понимают и так. То есть, когда вы говорите, вам нужно время, чтобы продолжить свою мысль. И вот как раз на этом кусочке времени, пока ваш мозг занят выстраиванием дальнейшей вашей мысли и речи, вы используете слова паразита. Вот ровно в тот момент, когда скорость вашего мышления будет достигать того слова в секунду, наверное, так можно сказать, когда вам не понадобятся слова паразиты, вот тогда они полностью исчезнут из вашей речи. Но мне кажется, что человеческий мозг устроен таким образом, что никогда этого не произойдет. Я не знаю, каким Стивеном Хокингом нужно быть, чтобы не использовать слова паразита, однако вот, что есть, то есть. Ко всему прочему, в художественной литературе огромное количество слов, и с помощью книг вы развиваете свой словарный запас, вы его пополняете. Но при этом нужно отметить, что не существует книг, в которых расставлены ударения, например. Поэтому я в том числе и многие другие ребята, на которых вы смотрите на YouTube или на других площадках, допускают ошибки именно с точки зрения ударений. И это, увы, естественный момент. Я, например, только несколько лет назад научилась работать с числительными, по крайней мере, с числительными я научилась работать ртом. Что касается написания, вообще никаких проблем никогда не было. Но вот что касается форм, то да, тут был полный швах. И знаете, я недавно смотрела шоу «Пацанки» на пятнице, по-моему, четвертый сезон, и в самом финале вот директор этой школы-леди допускает столько ошибок с числительными, 500 тысяч, 200-500 тысяч, и она говорит, и я понимаю, что, ну, даже самые лучшие из нас, даже люди с прекрасным чувством стиля, вкуса, вроде бы как с воспитанием, допускают речевые ошибки. И это, естественно, это, естественно, не повод кидаться на этих людей и включать какого-то граммар нации. Нет, ни в коем случае. Я прекрасно понимаю, что и моя речь не идеальна. Вот, мне кажется, я сейчас, кстати, проглотила букву «Р» по привычке. Речь не идеальна, и с этим нужно смириться. Все мы допускаем ошибки, и если вдруг человек, который находится перед камерой, произносит идеальную речь, знаете, скорее всего, перед ним находится планшет, на котором написан сценарий, поэтому человек не допускает ни одной ошибки. На ютюбе, кстати, полным-полно блогеров, которые используют такую систему в своих студиях, но мне кажется, что это слишком заметно для зрителя, когда глаза начинают бегать по строчкам. Я не знаю, может быть, моя насмотренность здесь сказывается, но я всегда вижу, когда человек читает свой же сценарий. Ну, или сценарий, написанный кем-то другим. Большие блогеры делают и так. В любом случае, художественная литература, конечно же, играет большую роль для вашей речи. Вы, опять же, учитесь мыслить, вы учитесь мыслить в несколько иных скоростях, и при этом вы пополняете свой словарный запас. Аудиокниги, как мне кажется, тоже могут в этом помочь, потому что, когда вы слышите правильную речь, но тут, опять же, нужно не ошибиться с человеком-читающим, потому что недавно я натыкалась на аудиокнигу, в которой было полным-полно ошибок, которые даже я сумела разглядеть, не являясь при этом человеком, знаете, таким бравым борцом за чистоту речи. Но все-таки, в общем, нужно подбирать те аудиокниги, в которых действительно приятный голос читающего, и при этом нет ошибок. Самоконтроль. Единственное, что поможет со словами-паразитами, это самоконтроль. Да, многие советуют использовать какую-нибудь систему наказаний. Например, ну, сказал ты, ну, э, м, ну, в общем, что-то произошло с тобой, что ты немножечко затупил, и подбираешь какие-нибудь слова в своей голове, пока этим занимаешься, используешь слова-паразиты, мол, нужно, не знаю, прижигать себя сигаретой. Нет, не нужно. Насилие над собой не приведет к тому, что вы начнете говорить как, не знаю, какой-нибудь лектор стед. Нет, этого не произойдет. Только самоконтроль, только наблюдение за своей собственной речью. У нас, знаете, с мужем, кстати, есть такая система. Я, например, могу ему сказать, что в последнее время слишком часто использую конструкцию, но далеко ходить не будем, так или иначе. И я прошу его следить за моей речью, когда мы разговариваем, и периодически давать мне такие, знаете, стоп-сигналы, если я вдруг немножечко заговариваюсь и часто, слишком часто использую эту конструкцию. И в этом плане вообще очень важно, наверное, найти напарника, который будет контролировать твою речь. Если ты слишком в словесном угаре, ты не наблюдаешь за собой, ты не контролируешь то, что ты говоришь, но при этом рядом всегда есть человек, который будет тебе напоминать про верное ударение, про верные какие-то конструкции, склонения слов, и тогда все будет хорошо и идеально. Кстати, именно благодаря вот мужу мы с ним так объединились и избавились от слов «сколько время». «Сколько время» — это неправильно. Правильно говорить «сколько времени». Но до мы использовали вот эту неправильную конструкцию и говорили «сколько время». Вообще, наверное, чем чаще вы смотрите или слушаете речь тех людей, которая вам симпатична, тем лучше, потому что вы своего рода воспитываете в себе эту наслушанность, наговоренность, и это, естественно, тоже вам поможет в будущем. Но при этом я, наверное, буду не я, если не скажу свою коронную фразу. Я считаю, что для того, чтобы правильно говорить, нужно для начала определить, а зачем вам это. Ну, например, вы собираетесь работать на радио или на телевидении. Вы готовитесь к этому, и, конечно же, тогда ваша цель — воспитать в себе речевой аппарат таким образом, чтобы никогда за него не было стыдно. Если вы хотите завести свой канал, и вам действительно важно говорить так, чтобы вот прям речь стекла, чтобы все восхищались, тоже понятная цель. И, в принципе, если вы собираетесь каким-либо образом связать свою жизнь с публичными выступлениями, с разговорами на камеру, с разговорами с диктофоном, быть может. Это тоже цель. Поэтому в первую очередь нужно задуматься о том, а зачем вам вообще учиться говорить? Нужно ли вам это? Вам хочется просто бравировать на вечеринках, но, своего рода, это тоже цель, почему бы нет? Или действительно это чертовски для вас важно? И тогда, тогда нужно записываться и на различные дикторские курсы, и ходить к специалисту, ходить к логопедам и так далее, и так далее. И, кстати, я больше чем уверена, что конкретно в этом видео я допустила массу ошибок, потому что сейчас разговариваю с вами без сценарий, без подготовки. Мне показалось просто очень важным поделиться своим опытом и объяснить многим зрителям, что нет людей, которые говорят идеально. Это естественно, и это нормально. Но вернемся к нашей основной мысли. Каким образом литература помогает вам воспитывать свою речь? Мне кажется, что человек, который читает много книг, он не только ускоряет свое мышление, что помогает ему затем говорить с людьми, но и при этом он узнает много для себя нового. И естественно, чем больше человек читает, я сейчас говорю не только про художественную литературу, тем больше он знает. И количество знаний, это всегда такой набухший, наверное, цветок, запахом которого хочется поделиться со всеми. И естественно, когда у вас много знаний, когда вам хочется о чем-то рассказать, вы знаете этот предмет, о котором будете говорить, то ваша речь польется сама собой. Так бывает, и тут, наверное, тоже нужно рассказать историю из детства, например, уроки литературы и уроки биологии. Для того, чтобы выступить на уроке биологии с каким-нибудь докладом, мне приходилось просто все заучивать наизусть. На литературе я могла говорить спокойно о каком-либо произведении, потому что мне это было интересно. Так что это тоже очень важный фактор, найти ту тему, о которой действительно вам хочется говорить, вам хочется о ней рассказывать каждому первому встречному поперечному. Но при этом нужно отметить, что чем больше вы болтаете, тем больше это сказывается и на вашем лице. Я надеюсь, вы замечали, что у многих блогеров в какой-то момент вот эта часть лица начинает немножечко течь вниз. Это все потому, что мы много разговариваем. Как говорится, одна из самых популярных косметических операций и косметических процедур у блогеров и у певцов, у певиц, это именно подкалывание подбородка. Я, если честно, знаю уже нескольких блогеров, лично знаю, которые для себя сделали эту процедуру, чтобы подтянуть свой подбородок. Но мне пока кажется, что вы, в принципе, и сами должны понимать, что чем больше человек разговаривает, тем, естественно, вот этот аппарат быстрее расшатывается, и это тоже нормально. Я, конечно, плыву сейчас просто пикселями по своему сознанию и засоряю ваше сознание в том числе, но мне хочется верить, что этот ролик хоть кому-нибудь помог. Не забывайте, что блогеры используют монтаж. Нет людей, которые разговаривают просто идеально и настолько чисто, что вам хочется их придушить из зависти. Таких людей не существует, и мне бы хотелось, конечно, чтобы так было, но все же, все же. Самое главное, что вы говорите таким образом, что люди вас понимают. Но если для вас действительно остро стоит проблема воспитания собственной речи, собственной дикции, то тогда нужно использовать все подручные средства, которые вы только найдете в интернете. Ну и на этом я буду заканчивать. Вот такой у нас вышел с вами легкий невесомый ролик. Я надеюсь, что вы нашли для себя здесь что-нибудь полезное. По привычке я надеюсь, что каждое мое видео должно все-таки нести что-нибудь чистое, доброе, светлое. Ну и я пойду дальше готовить кое-что для вас масштабное, но не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк этому видео. Вроде бы как это полезно для алгоритмов, хотя YouTube, мне кажется, уже совсем забыл про то, что он должен каким-либо образом, я слышу тебя, продвигать ролики своих видеоблогеров. Ну а мы с вами будем и дальше читать вместе.